Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мир вам! У нас сегодня очень благословенный день. Утром Господь дал нам иметь собрание. Я между собраниями посетил Алексея Ивановича, дедушка, 78 лет ему. Он лежит в ЦГБ. Мы тоже побеседовали, помолились, он внимательно слушал. Я верю, что Бог благословит это вечернее собрание. Вы знаете, о чем думается? Об Иисусе Христе. Что за удивительный младенец? Представьте, родился всего лишь младенец, привел в движение все сферы. И на земле, и в невидимой сфере. Имя его Иисус Христос. И на протяжении тысяч лет о нем думают, о нем говорят, о нем пишут музыку, в прозе, в стихах. И все посвящено вот тому, кто когда-то лежал младенцем, беспомощным в этих яслях Вифлеема. Матфей в самом начале своего слова пишет, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. И прочитаете сами дома вот эту первую главу Матфея, и аж 17 стих включительно. И дальше уже описывается с 18 стиха, как это было, и 21 стих. Родит же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Когда же Иисус родился, уже вторая глава, в Вифлееме Иудейском, в одни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский. И я помню празднование Рождества в один из прошедших годов, когда мы пригласили много гостей, много деток сидело впереди. И когда прозвучал вопрос, так где же родившийся царь Иудейский, и взрослые промолчали, а детки громко сказали, в наших сердцах. Он поселился и живет в наших сердцах. И это правда. Он наполняет собой вселенную, бесконечные пространства, космоса. Он везде, нету того места, где его нету. Но для нас самое важное и наиболее дорогое и ценно, он живет в моем сердце. Ты можешь сказать аминь? Давайте помолимся, поблагодарим Господа. Господи Бог наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты, великий, сильный, могучий Бог, умалился настолько, что пришел на землю и позволил положить Тебя в яслях, в хлеву. А Тебе ангелы пели, в движение много людей пришло, а после этого тысячи лет миллионы людей о Тебе думают, о Тебе поют, о Тебе проповедуют, Тебя предлагают. И это весь никогда не будет вычерпанной до самого Твоего возвращения. Господь, мы просим, благослови. И это вечернее собрание, пребывая в наших сердцах, руководи и управи этим собранием, чтобы оно было во имя. И для славы Твоей будет петь один хор, другой хор, группа будет петь, воскресная школа, проповеди будут звучать, и все о Тебе, Господь. Поэтому вся слава и честь Тебе добудет наш великий благословенный Царь и Бог, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. И поем вместе с группой Господа прославляем. Рождество Христово, ангел пролетел, он летел по небу, людям песню пел. Все люди ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христово Рождества. Все люди ликуйте в сей день, торжествуйте в день Христово Рождества. Я лечу от Бога, радость вам принес Что в пещере темной родился Христос Скорей поспешайте, младенца Витайте новонарожденного Скорей поспешайте, младенца Витайте новонарожденного Пастухи в пещеру прежде всех пришли В яснях на соломе Господа нашли На колени пали Христу Дары дали новонарожденному На колени пали Христу Дары дали новонарожденному И раз злоречивый о Христе узнал И убить младенца воинов послал Все дети испили мечи Притупили, а Христос в Египте был Все дети испили мечи Притупили, а Христос в Египте был Радуйся, мир, Господь глядет Земля ликуй пред Ним Тремись скорей, царя царей И пойте новый гимн И пойте, пойте новый гимн Радуйся, мир, Христос пришел В церквях поют о нем Поля, сады, леса, холмы И вторят старшеством Чтоб грех не ослеплял народ Чтоб терны не росли Он жизнь дает, снимает гнет Во всех концах земли Принес Он мир и благодать Чтоб все могли познать Как Бог велик и справедлив Как нас Он возлюбил Слава и благодарение Господу, дорогие братья и сестры Мы имеем уже второе служение И наше сердце радуется В первую очередь я хочу тоже поздравить вас От нашей мини-церкви, воскресной школы Это большая церковь У нас большая церковь Детей больше, чем 300 Представьте, это церковь И мы радуемся, что детки, они Мы сегодня слышали, они выходили, радовались, пели В свою очередь славили Господа И мы сердечно от воскресной школы Всем коллективам нашим Поздравляем вас Также с Рождеством Христовым Желаем вам обильных божьих благословений Семейного благополучия Всего самого наилучшего От Господа А самое главное Чтобы нам быть Водимыми Духом Святым Это самое главное Я читаю, буду читать пару мест Я благодарен Богу, что у нас много в церкви проповедников И очень редко приходится проповедовать И тема может быть чуть-чуть нерождественская Но, как говорят, все дороги ведут в Рим И также и все наши проповеди, они ведут к одному месту Они ведут к Яслиям Они ведут туда, к Вифлеему, где родился Иисус Христос Который дал нам спасение 1 Коринфянам, 6 глава, 20-19 стих Где записаны такие слова «Не знаете ли, что тела ваши суть? Храм живущего у вас, Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою» И еще одно место, которое записано Иеремии, 29 глава, 11 стих «Ибо только я знаю намерения, которые имею у вас, говорит Господь Намерения во благо, а не на зло, дабы дать вам будущность и надежду» И еще один стих, который заключительный, который записан тоже в Иеремии 18 глава, 2-4 стих «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвышу тебе слова мои И сошел я в дом горшечника, и вот он делал свою работу на кружале И сосуд, который делал горшечник из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, который горшечнику вздумалось сделать» Слово Божие говорит нам о том, что здесь Бог говорит, что такие слова, которые записаны «Не знаете, что тела ваши суть храм, и вы не свои, мы куплены дорогою ценою» Мы знаем, что такое покупать Мы покупаем, идем в магазин, покупаем вещь, приобретаем И как я уже читал здесь, написано «Господь, я знаю намерение о вас» Так и мы, когда покупаем, мы знаем, платим цену Мы идем в магазин, мы покупаем цену, платим И если покупаем какую-то дорогую, дорогостоящую вещь или вазу Может быть, золотую, серебряную Мы знаем, что она стоит дорогую цену И мы несем Мы несем, может быть, руки наши дрожат Мы несем, чтобы не уронить, потому что она большие деньги стоит И другое, и мы приходим, и мы ставим на самое видное место эту вазу в себя дома И, может быть, даже на замочек закрываем, чтобы никто случайно не унес ее из нашего дома И другое, мы покупаем также швабру и ведро, которое никогда не попадет в наш зал Или, может быть, но она есть И мы знаем намерение, для чего? Так и Господь говорит Ибо я знаю намерение о вас Я знаю, вы куплены, вы не свои, вы куплены дорогою ценою Мы куплены Кажется, Господи, да, мы такие здесь разные А Бог говорит Я знаю намерение о каждом И Бог говорит нам, что мы его народ Он говорит, что посмотрите, кто вы избранные И когда мы смотрим, да мы тут разные И дворник, и шофер, и слесар, и, может быть, и продавец, и медик И разные сословия, где-то писатель, где-то какой-то, может быть, большой человек этого мира Но мы все здесь Мы куплены, мы не свои, так говорит Слава Божье Нас купил Господь И Бог говорит Я знаю намерение о вас И когда Бог сказал этому человеку Божию Чтобы он зашел в этот дом горшечника И он говорит, я зашел и посмотрел Что же он увидел? Да ничего он хорошего там не увидел Стоял этот человек Руки были вымазаны по локти в глину И он делал сосуд И какой Написано здесь, мне читал, я уже читал Какой вздумалось ему Бог из нас сделает сосуд Какой вздумалось ему Я хочу быстро пробежаться Потому что время у нас ограничено И я люблю семью Иакова Я очень люблю семью Иакова Мне нравится Там, когда читаешь Это целая энциклопедия Когда читаешь и вникаешь И хотя иногда Слово Божие говорит Я Бог Авраама, Исаака и Иакова И когда читаешь Господи, ты Бог Иакова Когда мы вначале смотрим И жизнь Иакова Его на земле И думаешь, Господи Так может ты ошибился Как? Когда мы начинаем смотреть Вначале Если бы мне дали Или выпала такая доля Я бы не хотел бы Такой доли, какая описана Вначале Иакова Но здесь Бог говорит Я Бог Иакова Я знаю намерение о вас Я хотел бы пробежать Посмотреть, как Бог Делает из нас Эти сосуды Которые послушны Господу Кажется Господи, может ты ошибся Смотрим, читаем Вначале Мы представляем Патриарх Великая семья Благословенная семья Но когда смотрим Вначале Совершенно не та Одна единственная дочь И та я вышла Я порочена была Сыновья Вышли Эти самые Посмотрели Решили отомстить За сестру Вырезали весь мужской пол Яков Весь руки Ноги колотятся Кажется Господи Какой же ты Бог Иакова Где ты есть, Господи Но Бог знал Что он делал Он хотел Вот с этих Как можно выразиться Бандитов Натуральных бандитов Которые Занимались обычаем Но Бог знал Он говорит Я знаю намерение о вас Я знаю намерение о каждом из вас Сегодня кто на этом месте Кажется Господи Такая семья Ну что ты Но я Бог Иакова И мы видим Как Бог делает Я читал Вот Зайди в дом горшечника И мы видим Как Бог делает эти сосуды Богу нужно Из этих вот людей Так можно сказать Которые были действительно не обузданы Бог хотел сделать те сосуды Которые впоследствии будут славить Господа И что мы смотрим дальше Идет жизнь Иаков Иаков плачет Ноги дрожат Сыночки Что же вы наделали Что же мне делать Как я буду людям Глаза смотреть Но Бог Он знал Я знаю Намерение о вас Бог знал Что ему нужно Будет Из этих вот людей Которые Называются Сыновьями Иакова Впоследствии Сделать Патриархов Которые будут Двенадцать колен Израилевых Но это была Кропотливая работа Вроде бы настроила Все Жизнь пошла В жизни Иакова Вроде бы как-то настроил Все нормально Те пасут Те пашут Те занимаются делами Все вроде бы Жизнь пошла Но Бог Начинает Распределять Дары свои И Он видит Иосифа И Иосиф Получает Эти чудесные Дары Истолкования От Господа И мы видим Опять эти сосуды Что они увидели Их зависть Начала брать Тогда Когда Иосиф Растолковал Эти сны Они поняли И Когда он говорит Он в простоте Такой искренний Скромный Пришел к братьям К отцу своему Делиться Своими переживаниями Они Когда Первый раз Выслушали А после Когда Второй сон Пришел И сказал Что Луна и звезды И они поклонились Они сказали Ты кто такой Ты Там Вращайся Тебе отец Купил Красивую одежду Ты вращайся Между этими Подушками Там В доме И ты Думаешь Что мы такие Вот сильные Храбрые Мы тебе поклонимся Да кто ты такой И мы видим Дальше Что Бог делает Бог шлифует Это очень много Нужного времени Я буду Коротенько Коротенько Бог шлифует Он делает Из-за этих Людей Пришли Братья Пошел Пошли В поле Далеко Приходит Вместо того Чтобы Увидели И Сказали Что Сновидец Идет Надо Убить Брать Иуда Возрину И говорит Я старший Я не могу Кров Сделать Пролить Кров Брата Своего Продали Деньги В рабстве Там тюрьма Кажется Господи Какой же ты Где же ты Есть Господи Если я в тюрьме Иосиф Сидит в тюрьме И кажется Где же ты Бог Три Больших Таких Сегодня Зла Существует На этом Свете Деньги Женщины И Слава И Деньги Продан Продан В рабство Женщины Попала Попал В тюрьму Потому что Устоял Почему Потому что Написано Слава Божьей Говорит И Был Бог С Иосифом В тюрьме Смотрите Напрашивается Вопрос А если бы Но там не было Если бы Потому что Молодежь дорогая И даже В тюрьме Написано И был С Иосифом Бог Бог вел его Бог оберегал Бог делал этот сосуд Прекрасным И самое интересное Пришли Наклеветали Отцу Наклеветали Наговорили И даже совесть Не вздрогнула Когда говорили Смотри Отец Не твоего ли Сына Одежда Хотя Здесь В висках Может быть Каждая Мы с каждым Мгновением Оно Как бы стучало Мы продали Мы продали Но Бог Говорит Я знаю Намерение о вас Я Я купил вас Дорогой ценой И Бог Готовил этот Избранный сосуд И впоследствии Я буду заканчивать И впоследствии Мы видим Этот финал Этой дорогой Красивой Вазы Которая Была Богом Вылеплена В течение Жизни Якова Когда Пришли Эти братья И стали Перед Иосифом И Когда он Увидел Он Разрыдался Есть Такое Зречение Что Египтяне Когда Они Эмоциональные Когда Что-то Их Переполняют Они Кричат Они Не плачут Потому что Так Слово Божие Говорит Зашел В комнату Свою И Крикнул Он Увидел Внутренность Пришли Эти Дорогие Братья Крова Отцовская Которые Бог Говорил Я Знаю Намерение О вас Винни Свои Вы Куплены Дорогою Кровью И Пришли И это Сердце Иосифа Оно Вздрогнуло Оно Вскрикнуло Закричав Но Когда Он Пришел Братьям Стоят Эти Братья И Те Братья Которые Говорили Мы Люди Чесные Честные Самые Честные Пришли К Иосифу Которые Говорили Когда Пришли Мы Люди Честные Одного Человека Дети И Когда Открылся Иосиф Кто Он Есть Задрожали Руки И ноги В этих Честных Людей Но Это Было Формирование Божье Братья И сестры Это Было Божье Формирование Бог Как Этот Гончар Он Делал Сосуд Так И Бог Формировал Сосуд Порой Нам В жизни Кажется Господи Ну Такое Нападение Вокруг И Дома И На Работе И Везде Кажется Господи Ну Где Ты Почему Не Ты Не Проговоришь Или Не Скажешь Братья И Сестры Бог Знает Намерение У нас Он Есть Тот Гончар Который Лепит Кажется Господи Ну Сказал Б Хоть Проговорил Б Чтобы Вышел Б Может быть Пророк Стал И Сказал Так Говорит Тебе Господь Чтобы Запретит Тебе Или Что-то Сделает Другое Так Говорит Господь А Бог Не Говорит Потому Что Господь Он Этот Есть Великий Гончар Он Родился Он Пришел В этот Мир Для того Чтобы Сделать Из нас Те Сосуды Которые Будут Благопотребны Как Говорит Библия На На Вся Доброе Дело И Поэтому Сегодня Пусть Этот Рожденный Спаситель Который Знает Как Правильно Сделать Из Нас Те Сосуды Которые Будут Угодны Господу Мы Должны Но Для Того Чтобы Сделать Эти Угодные Сосуды Мы Должны Подчиниться Воле Божьей Прежде всего Дорогие Братья И Сестры Да Благословит вас Господь Мы Склонимся На Наши Колени И Будем Просить Его Благословения Слава Богу Нашему То Что Мы Имеем Этот День Знаете Меня Поставили Чтобы Я Поздравил От Хора Я Думал Что Сказать Вы Знаете Посмотрим На На Других Родителей Мы Ничего Никаких Условий Не Было Но Он Был С Одним Условием Чтобы Спасти Тебя И Меня Он Пришел В этот Мир Для Того Чтобы Даровать Тебе И Мне Спасение И Благословение Вы Знаете Мы Благодарим Его За Это Чудное Рождение За То Что Он Родился В Твоем Моем Сердце Но Посмотрим Годы Проходят 2000 лет Прошло Уже С того Момента Но Господь Действует В нашей Твоей И моей Жизни И Посмотрим Много Грешников Кается Но Знаете Посмотреть Тогда Пришел В этот Мир Без Условий Без Ничего А Сейчас Посмотрим Проходит Время И Выходят Сюда Люди Чтобы Совершить Покаяние И Знаете Господь Смотря На Нас Грешных Когда Мы Совершали Покаяние Он Тоже Пришел К Тебе И Ко Мне В сердце Без Условий Там Не Было Никаких Условий Не Было Ни Мира Ни Покоя Не Было Никаких Благословений Ничего Не Было Но Господь Когда Постучался К Тебе И Ко Мне Он Пришел И Создал Свои Божественные Условия Он Создал Условия И Тебе Мне Стало Комфортно Мы С вами Обрели Мир И Покой За Что Слава Богу Нашему Я Зачитаю Еще Место Писания Исаия 9 Глава 6 Стишок Ибо Младенец Родился Нам Сын Дан Нам Владычество На раменах Его И Нарекут Ему Имя Чудный Советник Бог Крепкий Отец Вечности Князь Мира Вы знаете Слава Богу Нашему За то Что Он Чудный Вы знаете Мы Никогда Не знаем Как Он В нашей Жизни Действует Но Он Работает С разных Сторон Мы Не Ожидаем Вы знаете Советник Склоняем Колени Порой Неразрешимые Ситуации Бывают Знаете Не Знаем Откуда Ответа Ждать Но Когда Склоняем Колени И Господь Начинает Советовать Тебе И Мне Тогда Приходит Мир И Благословение Знаете Бог Крепкий Все Ему Подвластно Отец Вечности Мы Обрели Через Него Спасение Через Этого Младенца Знаете Князь Мира Он Управляет Всем Так Что Слава Богу Нашему За то Что Родившийся Младенец Две Тысячи Лет Назад Однажды Пришел В Твое Мое Сердце Создал Тебе Мир И Комфорт И Мы Благодарим За то Что Он Любит Нас И Хранит Нас Так что Поздравляем Вас С этим Праздником От хора Нашего Желаем Мира Радости Благополучия Всего Самого Хорошего Пусть Бог Вас Благословит С Небес Он Пришел Если Прожден Пришел Он Бедно Той Он Свет Отворец Звезда Всех Звезд Пришел Он Наш Утюр За Небес Спустился Человеком Он Родился Оставил Свою Славу Чтоб Исполнить План Отца Он Пришел Для Меня Он Пришел Невзирая На Цену Он Пришел Пусть Протела Под Я Свет До Голгофского Креста Он Пришел Для Меня Он Пришел Без верных друзей И Без земли Он Нес Свой Крест Один Он Он Пришел Нес Ех Он Ех 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 Он пришел для меня, Он пришел. Не взирая на цену, Он пришел. Пусть проделават ясней до Голдовского креста, Он пришел для меня, Он пришел. Пусть проделават ясней до Голдовского креста, Он пришел для меня, Он пришел. Он пришел. Странный способ выбирает Бог, чтоб явить себя миру. Нет, чтобы прийти сильным, взрослым мужчиной, Как это описано в преданиях других религий. Нет, он решает войти в земную реальность беспомощным младенцем. Но зачем? Ведь не мог же премудрый Творец Не вложить в это действие особого смысла. Младенец и мир враждебно к нему настроены. Кто выстоит в этой неравной схватке? Но младенец выстоял, потому что был Богом. Малое Божье дитя оказалось сильнее, Сильнее авторитетного религиозного кулака, Занесенного над Ним. Да что, люди! Малыш, рожденный в Вифлееме, Противостоял всему миру духов зла, Противостоял и победил. Творец все дни жизни Иисуса, Начиная с пеленок, показывал, Кто реально властвует. Когда смотришь в те древние дни, Где беззащитная кроха, рожденной Марии, Лежит в яслях и плачет, как все дети, Вызывая умиление к тебе, И понимаешь, что в нем моя защита И гарантия моей вечной жизни. Мы все понимаем, насколько мы зависим от Него, Насколько от Него все, что мы имеем в жизни. И все же, до чего важную роль Бог предоставил Именно нам в своих планах. Иисус учит именно нас, Призывает следовать вместе с Собою нас. И в Вифлееме Он принимает именно человеческий облик. Младенец Иисус – это образ встречи Бога и человека После долгой разлуки, вызванной грехом. Он вырастет, и мы пойдем за Ним, Чтоб научиться жить среди людей, Оставаясь Божьим творением. Младенцы Иисусе, Бог и человечество Наконец-то объединились. Родился крошечный мальчик, А какой переполох вызвал он, Мир сразу разделился на тех, Кто принял его, И тех, кто его отверг. И так всю последующую историю человечества До сих пор. Мы ведем летоисчисление от Рождества Христова. Еще в древние времена эпоха начиналась С восшествия на престол нового монарха, Но с его смертью она заканчивалась. А вот эпоха Иисуса Христа Началась и никогда не закончится. Да, немало желающих завершить ее. Кто-то открыто продолжает исчислять земные времена От других событий. Кто-то открывает споры о личности Иисуса, Тем самым внося раздоры среди людей. Иисус по-прежнему служит камнем претновения. Мир разделяется на противоположные лагеря, Как и в дни его рождения. Но он принес любовь. Любовь, которая соединяет. Любовь, которая не похожа на человеческую. Его любовь выходит за пределы общепринятого. Божья любовь обязательно победит. Дорогой друг, в эти дни празднования рождения Иисуса У тебя еще есть возможность вновь ощутить Его любовь, Наполниться ею и передать другим. С Рождеством вас! И пусть каждый из нас несет это Рождество Свои дома, свои города, свои семьи. Ведь нам есть что нести, что сказать и что сделать. Лежит он ясляк тих прекрасен, С улыбкой дивной на устах И Божий промысел так ясен Его божественных чертах И Божий промысел так ясен И Божий промысел так ясен И Божий промысел так ясен И в этот час Его рождения Великой Ночи Поздний час раздался с неба В трубе глаз и хором ангельского пенье И с неба ангелы и пуя Светивших в Божьем учитоку Слава и слава Вышним Богу Слава и слава Вышним Богу Слава, 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 слава, слава Слава, слава, слава Моя хорошая Так 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 Это готово Готово А деду Тебе что и деду Подарок А, от ума быть Вот, все Ушо? Бабушка, я нашла еще три подарка И там еще один большой Помоги мне его привезти Ну конечно же помогу, моя хорошая Пошли Так для кого эти подарки, бабушка? Эти-то подарки Когда-то подарил твой дедушка мне У каждого из них есть своя Очень интересная история А ты можешь мне рассказать эти истории? Это же не секрет? Эй, а ленточки-то ты принесла? Ой, я их на чердаке забыла Сейчас принесу Давай, бегом О, молодец, вот этого нам хватит Расскажи мне эти истории, бабушка Ну конечно же расскажу Только ты поможешь мне со всем этим? Хорошо И у каждого дерева была своя мечта Вот чтобы из меня сделали когда-нибудь сокровищницу Которая хранила бы несметные сокровища А я бы хотела, чтобы из меня когда-нибудь сделали большой и могучий корабль Чтобы самый могущественный царь мог воспользоваться мной А мое желание несколько отличается от ваших благочестивых желаний Я бы не хотела, чтобы меня когда-либо срубали Мне бы хотелось вырасти самым большим деревом на этой скале Чтобы люди видели мое стремление к Богу И тоже начинали стремиться к горнему Вот так росли эти три дерева себе, росли Мечтали себе, мечтали И тут пришел, как ты думаешь, кто? Дровосек Да, дровосек Подошел он к первому дереву Подошел, посмотрел на него Какое оно могучее, крепкое, хорошее И начал рубить Ну, наконец-то, вспомнилась моя мечта Пришел мой черед прославить царя О нет, а как же моя мечта Я ведь хотела указывать людям на небесные ценности И вырасти самым большим деревом на этой скале Вот так дровосек и срубил все три дерева А теперь, Танечка, открывай первый подарок Тут корыца Да, корыца Давай помогу, моя хорошая Да, корыца Но когда-то в древности их называли яслями Из первого дерева дровосек сделал вовсе не сокровищницу, как то мечтала Обычные ясли Он их сделал и поставил в хлеву Чтобы с них ели там овечки разные, коровки там, козочки Пойду отнесу И вот они стояли там И дерево было очень печальным, очень разочаровано своей судьбой Оно, что хотело быть сокровищницей, а стало-то обычными яслями Но однажды, одной темной ночью Хозяин гостиницы привел в хлев молодую пару У молодой девушки родился малыш Она запеленала его и положила в ясли Но это был не простой мальчик Он был сыном Всевышнего Поэтому ангелы и воспели пастухам благую весть Чтобы те могли прийти и поклониться ему Пастухи шли долго, полями Ночь была темной Пришли, поклонились И в этот момент Дерево, из которого были сделаны ясли И поняла Что в нем и лежит самое ценное сокровище этого мира И его желание было исполнено Чуть позже к младенцу пришли волхвы Мудрецы с востока Звезда на небе сияла ярко-ярко И освещала им путь Прямо к дому малышу Где и был младенец Какая интересная история А что же случилось со вторым деревом? Ну, для этого тебе нужно открыть второй подарок Ой, давай в порядок наведем Это что-то как-то у нас тут Все так Ну, что там? Лодка? Желание второго дерева практически исполнилось Ведь оно так хотело быть кормой большого корабля Да, лодка Только это не огромный, большущий корабль О котором мечтало дерево А обычная, простая рыбацкая лодка Вначале дерево было опечалено своей судьбой Но только до тех пор, пока на ней не поплыл Иисус Как, младенец Иисус плавал на лодке из второго дерева? Ой, да ж прошло ж уже много лет Иисус подрос и со своими учениками шел вдоль озера Генесарецкого Путь его был долгим Он сильно устал и попросил учеников, чтобы те переправили его на другой берег Так как он устал, он сам лег, уснул Не прошло и часа Как на море поднялась ужасная буря Лодку кидала туда и сюда Люди были в панике, не кричали Мамы, Тони, помоги! Помогите кто-нибудь, спасите нас! Кто-то даже схватил Иисуса и сказал Иисус, как ты можешь спать? Проснись! Иисус проснулся, посмотрел И так тихо сказал Спокойно, утихни, успокойся И в этот момент на озере наступила такая тишина Что было слышно капельки воды, капающей из бороды мокрых моряков Ученики ужаснули силе и могуществу Иисуса И в этот момент дерево, из которого была сделана обычная лодка И поняло, что в нем плывет самый могущественный царь над всей землей И его желание было исполнено За последующие три года Иисус сотворил еще очень много чудес Чудеса были его великими и разными Люди удивлялись могуществу Иисуса Интересно послушать, что это были за чудеса Сейчас узнаем Я до сих пор удивляюсь, как это могло произойти с моими маленькими лепешками Однажды вокруг Иисуса собралась огромная толпа людей Людям нравилось слушать, как Он проповедовал Время шло, и все мы очень проголодались Я достал из своей сумки пять лепешек и две рыбки И отдал их Иисусу Иисус не стал кушать мои лепешки Но вместо этого благословил имя Бога Разломал их напополам и раздал своим ученикам Те разломали лепешки еще напополам И начали раздавать их людям Лепешки в руках учеников закончились только тогда Когда они гостили каждого из пяти тысяч присутствующих человек Когда люди поели Иисус повелел собрать остатки еды в корзины Целых двенадцать корзин были наполнены остатками хлеба и рыбы И это невероятно Я много слышал об Иисусе Люди часто рассказывали мне о чудесах, которые Он делал их в жизни Однажды, забравшись на высокую гору Иисус учил людей о милосердии и сострадании Как только Он закончил проповедь Я подбежал к нему и упал к его ногам Господь, если хочешь, очисти меня, умолял я Иисус протянул руку и сказал Хочу очистись И в тот же миг я стал чист от моей проказы Слава Богу! А однажды я собственными ушами слышал Что Божье Царство открыто и для детей И это было здорово! Да, похоже, Иисус очень любил людей И они любили Его Да, и это только несколько историй, чудес Которые записаны в четырех Евангелиях Ну, а третий подарок, бабушка? Ну, ты можешь его уже открыть Крест? Да Прошло еще три года И из третьего дерева Был сделан крест Его поставили на вершине горы Голгофа И третье дерево Было очень опечалено своей судьбой Но еще больше его огорчала жестокость человеческих сердец Которые распили Иисуса на нем Все изменилось ровно через три часа Иисус из последних сил собрался и сказал Свершилось В этот момент Он умер Завеса в Иерусалимском храме В Иерусалимском храме разорвалась на две части И в этот момент И в этот момент дерево поняло Что на нем висит спаситель мира И по сей день Прообраз креста Является символом спасения Путем на небо То, что с тобой случилось Катастрофа Об этом не расскажешь никому Я поведу тебя сегодня на Голгофу За плечи крепко обниму Пойдем с тобою вместе шагом скорым Иерусалим оставив позади Не отставай Нам нужно вверх На гору За шумной толпой идти Вокруг нас люди Голоса и лица Вот плачет женщина Вот слышен смех А вот один Что под крестом склонился Идет на казнь Идет на смерть Ты постарайся не смотреть Не слушать Что говорит, что делает толпа В лицо одно Смотри сейчас получше В того, кто под крестом упал Мы поравнялись с ним Он близко, рядом Как слились пряди на его челе Мы встретились с его печальным взглядом И кровь мы видим на земле Смотри Его ударовнов подняли Заставили идти И он идет Смотри, мой друг Как жертву люди гнали И твое сердце Пусть замрет Смотри на этот лик От боли белой На руки Что легли на этот крест Смотри Как распинают Это тело Смотри Как был наказан грех Смотри Глазам твоим Пусть больно будет Такого Ты не видел никогда Тяжелый крест Тяжелый крест Вкопали в землю люди Исполнив приговор суда И этот Осужденный на распятие Оплеванный Униженный Толпой Купил тебе Спасение Благодатью Смотри на крест Смотри Друг мой То Что случилось То Что случилось С тобой Катастрофа И чем Могу утешить Я тебя Здесь На земле еврейской На Голгофе И за все Принял на себя Это очень грустная история Но почему люди Убили Иисуса Иисус Христос Должен был умереть За наши грехи Потому что Наш Отец Небесный Хочет Чтобы мы были Рядом с Ним Иисус Родился Маленьким Мальчиком Вырос И умер На кресте Голгофе Бабушка Ну а что тогда Лежит в четвертом подарке Если деревьев То было всего три Да Действительно Три дерева Сыграли свою роль В истории А в четвертом подарке Лежит камень Камень? Но при чем здесь камень? О да Камень Дело в том Дело в том Что после того Как Ой, стерлой После того Как Иисус был распят Тело его сняли И положили в гробницу А вход в гробницу Был завален Таким огромным Огромным камнем Римские войны Даже поставили Стражу Чтобы никто Бабушка А где теперь Иисус? Ну Теперь Иисус Вознесся К своему отцу На небо И сидит По правую сторону Возле него Бабушка А действительно ли Эта история Записана в Библии? Ну Историю с подарками На самом деле Придумал твой дедушка Но все Что я рассказала Про Иисуса Чистая правда И записана в Библии С Рождеством Христовым! Вот уже прошли тысячелетия Но хочется нам снова вспоминать Как случилось чудо на планете И пришел Христос Спасенье людям дать Это было зимнюю порою Ночь случилась Тихо над землей Небо освещалось Яркою звездою И в доли виднелся Хлеб простой Мир пришел Христос Счастье Он принес Ты пойди и посмотри На царя всей земли В мир пришел Христос Счастье Он принес Ты пойди и посмотри На царя всей земли Пастухи в ту ночь на поле были И как всем хотелось им уснуть Но вдруг небо светом озарилось Мир пришел Христос Счастье Он принес Ты пойди и посмотри На царя всей земли В мир пришел Христос Благоценней нет Сердца твоего Ко Христу младенцу Принеси Его Для тебя Иисус родился В ночь на Рождество Он ждет тебя Он ждет тебя Он ждет тебя Он ждет тебя давно Он ждет тебя давно Христос Счастье Он принес Ты пойди и посмотри На царя всей земли Мир пришел Христос Счастье Он принес Ты пойди и посмотри На царя всей земли Мир пришел Христос Счастье Он принес Ты пойди и посмотри На царя всей земли Мир пришел Христос Счастье Он принес Счастье Он принес Ты пойди и посмотри На царя всей земли Мир пришел Христос Счастье Он принес Мудрецы под вечер Мудрецы под вечер Вышли на дорогу Вел их всех навстречу Свет звезды далекой Впереди просторы Колосились хлебом Устремляли в ссоры Путники на небо Там благо ко пени Радостно ликуя Ангелы запели Богу аллилуйя Там благо ко пени Радостно ликуя Ангелы запели Богу аллилуйя Ангелы Ангела в хоралы Слышны Были всеми Скоро Предстояло Быть им Вифлееме Там благо ко пени Там благо ко пени Радостно ликуя Ангелы Ангелы запели Богу аллилуйя Ангелы Плотью Стало слово Стало слово В новый день Вступает Рождество Рождество Всем поем Богу Аллилуйя Богу аллилуйя Мальчик Ночью Во дворце Наследник Царский сын Его так ждали У матери Улыбка на лице И женщины Младенца Пеленали Он в белоснежных Кружевах Лежал Со всех сторон Заботой окруженный Отец ребенка Гордостью дышал Смотрел на сына Как завороженный Весть О рождении Нового царя Все царство Облетело Очень скоро Как ярко Во дворе Огни горят И радостью Наполнен Царский город От дома к дому И из уст в уста Родился Сын И трубы Зазвучали И день рождения Радостным днем стал Так люди Сына царского Встречали Новорожденный Мальчик Сладко спал Был неразбожен Музыкой звучащей Все ликовали И никто не знал Что этот царь был Царь Ненастоящий Никто не знал Что в городе другом Другой родился мальчик Этой ночью Но не было там Кружев под рукой Ни музыки там не было Ни света Лишь тусклый Тусклый фитилек Свечи горел Младенец В материнских Был объятиях Родился мальчик Ночью Царь царей Господь Творец Вселенной всей Создатель Все это было Не во дворце И даже не в простом Обычном доме Ребенок Спал с улыбкой На лице В хлеву Где скот держали На соломе И матери Никто не помогал Она сама Младенца Спеленала И малыша Качала на руках И тайну О его рождении Знала Свершались Этой ночью Чудеса Звезда над хлевом Тем остановилась И музыка Гремела В небесах И ангельское Воинство Явилось Родился мальчик Ночью На земле Дитя любое Точно так Родится Но в хлев Спешили пастухи Из полей Чтобы младенцу Низко Поклониться И пусть Почти никто О том не знал Что настоящий царь Рожден был в ясле И пусть не в кружевах Младенец спал И пусть звезда Над хлевом Тем погасла И пусть Прошли с тех пор Уж сотни лет Но помнит мир О том Рождении скромном День Рождества Проходит по земле И во дворцах И в уголках Укромных То имя царское Светает с уст Которое Впервые прозвучало Начало В ту ночь Родился Мальчик Иисус Царь всех царей И всех Начало Начало Наши глухие Братья и сестры Братья и сестры Хотят вас также Поздравить с праздником Ну и переводчики тоже С праздником Рождения Господа нашего Иисуса Христа И хотят вам показать Сценку Поехали Здравствуйте Можно спросить Что для вас счастье В Рождество Христово? Ну счастье Для всех людей разное И лично для меня Счастье это Когда Мои дети И все Родные Будут спасены Ну другими словами Я отвечу Словами Иисуса Наверное Счастье это Когда я и дом Будем служить Господу И есть такой Маленький Детский стих Который говорит Я самый богатый Я самый счастливый И живет в моем сердце Христос Спасибо Здравствуйте Здравствуйте А что для вас Счастье В Рождество Христово? Счастье В Рождество Христово Это Знать Что Иисус Христос Рожденный В моем сердце И Он Рожденный Для всего человечества Это величайшее счастье Спасибо большое Здравствуйте Здравствуйте А что для вас счастье В Рождество Христово? Это когда Христос Родился на земле И в наших сердцах Большое спасибо Спасибо Давайте Спросим у других людей Привет Можно спросить у тебя Что для тебя в счастье в Рождество? Для меня Счастье в Рождество Счастье в Рождество Это Гадание на женихов Сочельник Как счастье Когда есть хорошая Престижная работа Я сама Достигла В карьере Многого Потому что Я гениальная Я сам У меня Есть Подчиненные И мне Очень нравится Управлять Ими Я Очень Люблю Власть Манипуляции Людьми Благодарю вас Здравствуйте Можно спросить у вас Что для вас счастье в Рождество? Для меня Рождество Это Дополнительные Выходные С друзьями Алкоголь И развлечение Для меня Также Счастье Это Моя Новая Машина Мой Большой Дом И счет в банке Здравствуйте Можно спросить у вас Что для вас счастье в Рождество? Рождество Рождество Это Хороший Праздничный стол И когда вся семья Вместе Все Дарят друг другу Подарки Счастье Это Хорошая Благополучная Семья Вот у меня Семья Образцовая Дети учатся в институтах Не курят И не пьют Муж Имеет Хорошую работу Не пьет И не изменяет Это Только Моя Заслуга Потому что я Хозяйственна И умею Воспитывать Можно спросить вас вопрос Что для вас счастье в Рождество? Рождество Это Праздничная Программа В ночных клубах И дискотеках Девушки И наркотики Счастье в том Что я знаменитость У меня много Поклонниц И фанатов Меня приглашают выступать на телевидении И радио Обо мне пишут в журналах и газетах Все это я достиг благодаря своему таланту Эти люди не верят в Бога и поэтому они находятся на территории дьявола и он может спокойно входить в их жизнь и И путать все их планы Эти люди надеются только на свои собственные силы, на свои деньги, на свои способности и таланты Посмотрим, что же произойдет, когда в их жизнь придут самые настоящие испытания Ведь даже за них некому и помолиться Ты хвастаешься карьерой А если произойдет так, что тебя уволят И на твое место сядет другая Более умная и молодая А у тебя может произойти автомобильная авария Пожар в доме И будут очень большие долги А ты можешь заболеть И у тебя отнимется здоровье И муж тебя бросит Женится на молодой и здоровой А дети забудут о тебе А тебе вообще скоро все забудут Из горя ты вообще пропадешь И ты никому больше не будешь нужен Дьявол хозяин жизни этих людей И они сами открыли ему доступ через свои грехи и неверие в Господа нашего Иисуса Христа Наверное, счастья не существует на свете Лучше мне бы вовсе не родиться Я никому не нужна Меня все забыли Нужно ли дальше жить Христианин Ибо родился Сын Божий в этот мир Он пришел, чтобы дать спасение всем людям Дать свое счастье, мир и любовь Как Бог? Как Бог может родиться? Где Он? Во дни Ирода, царя Иудейского Послан был ангел Гавриил от Бога В город Галилейский Называемый Назарет К Деве Имя же Деве Мария Не бойся, Мария Ибо ты обрела благодать у Бога И вот зачнешь во чреве и родишь Сына И наречешь Ему имя Иисус Как это будет? Ведь я Дева Дух Святой найдет на тебя И сила Всевышнего осенит тебя Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим И царства его не будет конца Пошел Иосиф из Галилеи Из города Назарета В Иудею В город Давидов Называемый Вифлеен Записаться с Мариейю Обрученной ему женой Которая была беременна Не было им места в гостинице И обреляне пристанище в простом хлеву В той стране были на поле пастухи Вдруг пристал им ангел Господень И слава Господня осияла их Родился в городе Давидовом Спаситель Который есть Христос Господь И поспешили тогда пастухи И увидели младенца лежащего в яслях И разнесли добрую весть о рождении Спасителя Много лет назад пророки записали в Писании Что Бог пошлет Мессию спасти грешников И примирить их с Богом Жизнь Иисуса ясно показывает Что Он действительно тот Спаситель Которого Бог обещал послать в мир Пророк Исаия написал Дева приимет в очреве и родит сына Так и случилось Силой Божьей Мария девушка забеременела И родила Иисуса Как и было предсказано в Писании Чудесное рождение было знаком от Бога Что этот ребенок был Мессией Тем кого Бог назвал Своим Сыном В Писании сказано Все согрешили И наказание за грех смерть Согрешившие люди Не могут жить в общении с Богом Но так же как Бог предусмотрел Ягненка в жертву вместо сына Авраама Он послал Иисуса Умереть вместо потомков Адама Он сделал это Чтобы те кто верят и возлагают Свою надежду на Иисуса Могли снова прийти в присутствие Божье Поэтому каждый Кто последует за Иисусом Избежит наказания ада И будет вечно жить с Богом Те кто решил стать последователями Иисуса Могут начать свои отношения с Ним Словами этой простой молитвы Боже ты велик и свят Благодарю тебя за то что ты любишь меня Я сожалею о том что ослушался твоих заповедей И согрешил против тебя Благодарю тебя что ты послал Иисуса Умереть на кресте вместо меня И что он воскрес из мертвых Благодарю за то что он взял на себя Наказание за мои грехи Я хочу следовать за тобой И уверовать во Иисуса как моего спасителя и Господа Я благодарю тебя за то что ты простил мои согрешения Дал мне возможность прийти к тебе И быть вечно в твоем царстве Я прошу тебя дать мне твоего святого духа Чтобы он пребывал со мной и указывал мне путь Я хочу чтобы он дал мне силу Любить тебя всем сердцем И жить жизнью угодной тебе И пусть люди повсюду в мире Воздадут тебе славу Аминь Идите и больше не грешите Ищите пережить царство небесное А все остальное приложится вам Строй свой дом на Иисусе Христе Пусть ты и дом твой служат Господу Отдавай всю славу Господу и Он возвысит тебя Мы думали счастье это только наша заслуга Мы думали счастье это случайность Мы думали счастье строится только на деньгах и связях Но истинное счастье бывает только в Боге Потому что Бог в Иисусе Христе дает все благо для человека Аминь День радости День радости День рождества Сегодня наступил Родился нам Спаситель Великий Божий Сын Великий Божий Сын Славу Богу воспоем Господу Господу царю царей Мир покой нашли мы в нем Утешение от скорбей Ту ночь на поле пастухи смотрели в небеса Друг я Как и свет их осиял О ангелам вещам Славу Богу воспоем Господу царю царей Мир покой нашли мы в нем Утешение от скорбей Придите все К царю царей Склонитесь перед ним Он свет явил Он свет явил Вселенной всей Вселенной всей И дал нам новый гейм Славу Богу воспоем Господу царю царей Мир и счастье и покой Он принес для всех людей Он принес для всех людей Он принес для всех людей Дорогая церковь Братья и сестры Мы вас поздравляем с Рождеством Христовым Желаем вам обильных Божьих благословений Псалмопевец Давид 150 глава Хвалите Бога во святыне его Хвалите его на тверде силы его Хвалите его по могуществу его Хвалите его по множеству величия его Хвалите его со звуком трубным Хвалите его на псалтыре и на гуслях Хвалите его с тимпаном и ликами Хвалите его на струнах и органе Хвалите его на звучных кимвалах Хвалите его на кимвалах громогласных Все дышащее дохвалит Господа Аллилуйя 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 Славьте Бога вас, святые! Славь на тверди Его силы За Его власть и величие! Славь Его! Славь Его со звуком трубы На псалтыре и на русле На гимбалах прямогласных Славь Его! Славьте Бога вас, святые! Славь на тверди Его силы За Его власть и величие! Славь Его! Славь Его со звуком трубы На псалтыре и на русле На гимбалах прямогласных Славь Его! Ищем у чести самого веки По веки, по веки Все на земле, на земле Все на земле, что дышит Славь Его! Славь Его! Славь Его! Победима! Всё славь! Е-О! Всё на земле, что дышит! 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 Славь! Е-О! 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 Всё на земле, на земле, всё на земле, что дышит! Славь! Славь! Е-О! 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 Одесную, престола величия, на высоте. До этого места. Мне сегодня хотелось бы продолжить даже то, что я, может быть, и начинал несколько служений говорить, и хотя бы в коротких словах, но выразить главную, наверное, мысль вот этого стиха, то, что здесь говорится. Бог многократно, многообразно, говоривший нам издревле в отцам пророках последние дни, сии говорит нам в сыне, которого поставил, написано, наследником всего в Иисусе Христе. Хотя уже, наверное, и нет у нас времени особенно раскачиваться, но я хочу вначале привести такую одну рождественскую историю. Думаю, что, наверное, вы слышали ее в наших собраниях. Однажды жена и дети собирались вечером на рождественское собрание, а муж, ну, такой был хороший человек, но он честно сказал, я не верю в это Рождество, я не верю в Спасителя, и почему мне идти на это собрание, я на него не пойду. И остался дома, и когда он остался дома, он достал свою любимую газету, зажег свет в своей комнате и стал читать эту газету. Вдруг раздался такой громкий стук в окно, один, он даже привел так, человек сдрогнул, второй, третий, и он понял, что что-то происходит на улице достаточно необычное. На улице была пурга, метель, достаточно такой ветер и мокрый снег, и выглянув на улицу, он увидел, что в его двор прилетели птицы, незнакомые птицы, но весь двор был в этих птицах. Они летели, и в этой мгле, в этой буре запутались, и просто летели, наверное, на свет, и не могли найти никакого выхода. Этот мужчина решил дать им хорошее место для отдыха. Взял, бегом побежал, открыл сарай, зажег там свет, и начал активно приглашать, как только умел, как только мог. И говорил этим птицам, и кричал, и звал, пожалуйста, заходите, там у меня тепло, вы отдохнете, а потом я вас отпущу, и вы улетите обратно. Но, к сожалению, птицы его не поняли. И в этот момент, когда от отчаяния он стал звать, кричать, он говорит, ну как же помочь этим птицам? Он понял один важный момент. Это, наверное, Господь начал говорить его сердце, и он сказал, я понял, для того, чтобы заговорить к птицам, нужно стать этой птицей, и было бы тогда все проще. И в этот момент действительно Господь постучался в его сердце, и он понял свою главную ошибку. Вот то, что он отвергал, то, что сделал Иисус, наконец-то ему стало ясно. Для того, чтобы вот рассказать этим птицам о том, как дальше лучше вести себя, нет другого способа, кроме того, чтобы стать этой птицей, сойти на землю, да? Нужно было Сыну Божьему для того, чтобы мы с вами могли получить самый драгоценный дар спасения, дорогие братья и сестры. И действительно, вот эта история мне немножко больше открывает смысл того, о чем я сегодня хочу хотя бы коротко сказать. Бог многократно, многообразно говорил людям издревле, в древних веках, но в последние дни самым лучшим и важным откровением Бога, который существует и будет, наверное, существовать, это было явление Сыня Его Иисусе Христе в этом рожденном младенце. И поэтому сегодня я хочу призвать нас всех прежде всего сказать слава Господу! Братья утром напоминали, наверное, эту историю и говорили, что был этот период в истории человечества, 400 лет молчания, не было звука пророчества, не было видений, откровений, и народ, он жил, как будто Бог забыл его, как будто Бог оставил его. И еще что хуже происходило, это тьма греха, она больше и больше владевала людьми. И когда человек пытается выбраться самостоятельно из греха, что происходит? Он больше и больше погрязает в этом грехе, он больше и больше топится в этом грехе, ему нужен Господь, в отчаянии он кричит, Господь, где ты? И ответом Божьим во время этого молчания было явление, рождение Его Сына, Иисуса Христа, в этот грешный мир, для того, чтобы народ мог увидеть, что выход спасения в Иисусе. Бог не забыл людей, Бог не оставил людей в этой проблеме один на но, но видя, что люди снова-снова падают, Он что, выбрал другое? Мне очень нравится текст из 39-го псалма, написано там, «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал». Тогда я сказал, «Вот иду», в сливке книжном написано, «Желаю исполнить волю Твою Божий и закон Твой у меня на устах». Что-то похожее в книге пророка Исаии, 50-я глава, «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад, я предал хребет мой бьющим, и ланитым и поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Наверное, лучше всего или понятней этот стих нам стал, когда мы все вместе начинаем петь псалом. Помните? «Вот иду», – сказал он, «звезды раступились, и до края неба возвещалось всем тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем, обитавший в славе, в свете неприступном, и превыше самых отдаленных звезд. Он сошел на землю, людям стал доступным, в простоте великий, а в величии прост. Стал он человеком на земной планете, для того родился, изгнан был застан, чтоб сроднились с небом. Мы, земные дети, чтобы наступила эра христиан». Можно много, дорогие братья и сестры, говорить, но я представляю себе этот небесный совет, на котором Господь обратился, наверное, к присутствующим. Он искал выход, чтобы спасти людей. И Иисус сказал, «Я пойду». И написано в этом, в Откровении, Он шел, Он знал, куда Он идет, для того, чтобы подставить свои ланиты, для того, чтобы Его хребет, Он был наказан, для того, чтобы претерпеть эти наказания, для того, чтобы взять на Себя грех мира, пришел Иисус Христос. И это был Божий ответ для нас с вами. Говорит ли нам сегодня Господь Иисус Христос? Мне очень нравится эта история. Я хотел бы больше и больше говорить об этом, но, возможно, сегодня кто-то, может быть, представляет себе что-то подобное или в похожей ситуации находится. Кто-то сегодня задает вопросы и молится, и слышит, что нет никакого ответа. Как будто это 400 лет тишины. Дорогие мои братья и сестры, вот в канун этих рождественских праздников мне хочется знать, чтобы Бог не поменялся. Ничего не изменилось. Он не забыл вас. Он пошлет ответ в свое в особенное время. Он никогда еще никого не подвел и не подведет, дорогие братья и сестры, вас. Если вы надеетесь на Него, продолжайте надеяться. Его ответ придет в самое лучшее время. Его ответ звучит, когда Библия говорит, полнота времени наступит. Самый нужный момент, самый лучший момент. И Его ответ будет одним из лучших ответов. Такого, что даже мы не можем представить, не можем увидеть, не можем услышать. Это так отвечает Господь на нужды людей. Хочу сказать, в последние дни Он говорит в Иисусе Христе. И когда пришел Иисус Христос, мне очень как-то коснулось это, я думаю, что Он стал проповедовать евреям и проповедовал, наверное, как раз то, что касалось евреям, что не понимали евреи. Я рассуждал над этим и понял так, что одно из, наверное, главных посланий Иисуса Христа было в том, что наш Небесный Отец это не просто Судья, Создатель этого мира, не просто Судья или там тот, кто наказывает людей, но наш Отец Небесный, Спаситель мира, Он является Отцом наш, Бог наш, Отец наш. Смотрите, как Он говорил, Он, когда первое на гордую проповедь Евангелия Матфея открыть, вот, хотя бы немножко прочитает, ты понимаешь, что Он не просто говорит, что это Отец Мой, и не говорит, что вот только о себе, но говорит, что это Отец наш, и нас, христиан, Он учит молиться именно таким образом. И я думаю, что один из ответов Божьих, мы начинаем в Иисусе Христе больше и глубже понимать Бога, понимаем Бога прежде всего, как Отца. Я слышал опять историю, наверное, лучше всего понять смысл того, что учил Господь Иисус Христос. был пожар на втором этажу или третьем, горела квартира, и маленький мальчик вышел на балкон, все кричали ему, собравшиеся люди, спасайся, прыгай, мы тебя словим, но он только смотрел на них и не решался прыгать. И в это время появился его отец, он даже слова, говорят, не произносил, он просто поднял руки и обратился, и посмотрел на своего сына, и сын прыгнул. В этот момент огонь пришел туда, где находился сын, но сын знал, что руки Отца самые крепкие, самые твердые, он никогда не сможет, наверное, не принять своего сына, потому что любит своего сына. Он крепкий Бог, дорогие братья и сестры, он сильный Бог, он наш Бог, он наш отец. И если вы доверяете считать другие руки, самые лучшие, самые крепкие руки, руки Небесного Отца, и это послание к нам принес Иисус Христос с неба. Не только отец для Иисуса, но наш личный отец, дорогие братья и сестры, и этот отец, он желает сегодня дальше продолжать общаться с нами. Последнее, наверное, о чем я хочу рассказать, всегда сложно представить мне. Вот когда я смотрю на рождественские истории, слушаю песни, всегда как-то сложно представить. Вот младенец, и ты понимаешь, что это не просто младенец, это сам спаситель мира пришел в этот мир. И мы задаемся многими вопросами, почему этот младенец? Не в царских чертогах рожденный, не сын знаменитых каких-то родителей, простые родители, простое месторождение. Для чего? Господь, что ты этим говоришь нас? Я верю, дорогие мои братья и сестры, что эта история имеет продолжение. Не только, чтобы все люди могли, наверное, прийти сюда, не только, чтобы это послание коснулось простых и знаменитых, всех разных людей, но больше и дальше. Он хотел, чтобы мы смотрели дальше на этого младенца, на младенца, когда он, например, въезжает в Иерусалим, помните, он не въехал снова на каком-то коне, не имел на своем оружии, на своем теле какого-то оружия, не имел какими-то воинскими доспехами. У него была другая цель и другое царство. И это царство очень, наверное, сильно, оно выразилось на кресте Голгофы. Тогда, когда люди смотрели на него и, может быть, издеваясь, наносили ему удары в тот момент, когда на голову надели терновый венок и говорили, что это царь иудейский, посмотрите на него. Но в этом терновом венце и был Иисус, настоящий царь. Не ради золотой короны он пришел в этот мир, не ради того, чтобы сделать какое-то шоу, на которое обратили внимание, не для того, чтобы сделать какой-то, может быть, момент в истории памятным, но более того, чтобы изменить нашу историю, изменить нас с вами. И сегодня я очень сильно верю, дорогие мои братья и сестры, что именно с этим Иисусом Христом мы с вами должны встретиться, потому что именно этот Иисус Христос сегодня говорит нам одно из самых сильных посланий, одно из самых лучших посланий, которое коснулось моего сердца, которое коснулось множества крестьян. Это Иисус Христос, висящий на кресте Голгоф. Это Иисус Христос, оплеванный и избитый. Это Иисус Христос, по лицу которого течет капли крови. Библия говорит, он был обезображен падче всякого человека. Никто в мире не был так наказан. Я представляю себе, некоторые говорят, что его лицо было, как просто кусок какого-то избитого мяса. Можете представить себе, что он претерпел. Все наказание мира было на Иисусе Христе. И когда ты понимаешь, что это за тебя, что это для тебя, я понимаю, что это тот голос, который должен постоянно звучать для нас с вами. Это тот голос, который мы должны постоянно видеть на своем духовном зоре. Это тот голос, который должен сегодня звучать. и звучать, наверное, для миллионов людей, которые еще не знают Иисуса Христа. Бог многократно, многообразно говорил издревле в пророках различными путями, различными способами. Но сегодня он говорит, дорогие братья и сестры, очень отчетливо нам, в своем Сыне, Иисусе Христе. В этом маленьком младенце, который рожден в Вифлееме, в Яслях, в кормушке для скота. Это спаситель мира, Иисус Христос. Я хочу задать один вопрос. Знаете ли вы сына? Знаете ли вы Иисуса Христа? Все мы прекрасно понимаем, что можно много знать о каком-то человеке, прочитать, слышать, может быть, просмотреть какие-то документы, изучать историю его жизни, но так никогда и не иметь встречи с этим человеком. Насколько, наверное, больше выигрывает тот человек, который однажды, он скажет, я встречался с ним, я знаком с тем человеком, а ты лишь всего лишь только читал. Я верю, что с Иисусом можно познакомиться. И он желает этого знакомства. Ради этого он и пришел в наш грешный мир. И Библия говорит, что он стучит, стоит у двери и стучит и ждет, чтобы мы открыли свое сердце для Иисуса Христа. И это просто. Открыть двери для рожденного младенца. Я думаю, что это можно было сказать так, как сделали здесь люди, которые склонились к предниму молитве, которые признали свою вину и попросили в него помощь и прощение. Вы знаете, в этот момент происходит что-то необыкновенное. Я не хочу, чтобы мы основывались на каких-то, может быть, просто своих чувствах, но даже чувства наши могут много рассказать, потому что в этот момент ты встречаешься не просто с Богом, о котором ты, может быть, много знаешь, но с личностью живой, явно присутствующей. И все меняется. Все меняется. И можно уже после этого даже не рассказывать, потому что некоторые люди говорили, как будто появился на свет, как будто он по-новому светит солнце, как будто звезды первый раз увидел на улице, потому что Господь пришел в душу, Господь пришел в жизнь человека. Я хотел бы, дорогие мои братья и сестры, чтобы наше Рождество, оно не было просто какой-то сказкой для нас. Наверное, самое страшное, что может быть, это слышать здесь все рождественские истории, но не пережить их лично в своей жизни. Наверное, самое ужасное, принять их как сказку, принять их как какую-то повесть, которая была когда-то, но меня не касается. Но это история та, которая должна коснуться нас, должна коснуться нашего сердца. И тогда меняется. Все Рождество меняется. Давайте склонимся на колени и помолимся Богу.